Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня замечательнейшая погода. Я решила пройтись до магазина нашего ближайшего Мария Ра, купить своей баните еду, потому что она уже все съела, весь свой корм. Я решила прикупить ей там рыбку. Сухой корм тоже закончился. Ну и для себя любимое что-нибудь там купить, какую-нибудь вкусняшку. Погода замечательнейшая. На улице минус 15 градусов. Светит яркое-яркое солнце, друзья мои. И, конечно же, я не удержалась и решила прогуляться, так сказать, сочетать приятное с полезным. Сейчас я вас ознакомлю, что я прикупила. Продуктов, как всегда, немного. Не таскаю я слишком тяжелые сумки. Если что-то такая мне нужна, более мощная закупка, я прошу об этом своего сына или первого, или второго. И они мне привозят на автомобиле. Так что, друзья мои, сейчас посмотрим, что я купила в Мариара. Итак, друзья мои, приступим. Вот такие вот у меня небольшие закупочки. Вот такой вот купила я, на пробу взяла бичпак, так называемый. Раньше мы называли в 90-е годы бичпакеты. Лапша доширак. Ну, их выдавали на работе. Сами покупали, потому что это был самый дешевый продукт. Вот. Они были немножко другие, самые дешевые. По-моему, даже еще сейчас в магазине тоже есть такие бичпакеты. Ну, меня привлекло внимание, мое внимание, что, вот видите, там какая-то корейская лапша написана. И как бы я думала, что там фасоль. Оказалось, это просто соусом поливается, заливается таким. Попробую. Потом, может быть, расскажу. Покажу вам, протестирую этот чань жан-мьон. Ну, посмотрим, что за бичпакет такой, друзья мои. Так, далее смотрим, что. В общем, взяла себе кефир и, значит, геркулес, хлопья овсяные. Это я буду делать в смузи, друзья мои. Ну, а также, вот, видите, бананчики. Очень хорошие бананчики. Это все для смузи. Сметана 15% зеленый лук. Вы уже знаете, эту сметанку не раз показывала. Так. Сардельки с говядиной. Омский бекон. Очень вкусные сардельки. Хотела взять там курицу изначально. Ну, что-то мне не понравился вид курицы. Какой-то он, знаете, такой не очень свежий. Думаю, нет, надо специально ехать на рынок и покупать нормальное мясо. Что-то рванешься. Так, девочки. Вот такой вот взяла сырок натуральный белорусский. 38 где-то он рублей стоит. И такой заменитель взяла к чаю. Россия, щедрая душа, миндаль, изюм по акции шоколадка. Так, значит, это мы показали. И взяла на вагу 5 рыбин здесь, друзья мои, 111 рублей за килограмм для Бонечки. Вот так вот риска с вкусняшкой паштет. И, значит, этикет сухой корм. Она еще продолжает его есть. Вот такие вот закупки, друзья, небольшие. Все, так сказать, необходимо, мне нужно было взять. Я взяла. Так что на этом я заканчиваю свое видео. Еще раз покажу вам нашу прекрасную погоду. Ясное небо. Снега у нас, конечно, было вчера тоже очень много. В общем, сыпал почти целый день. И, как видите, у нас опять выросли сугробы, хотя недавно все чистили. И вот здесь вот козырек тоже почистили. Вот уже это навалило со вчерашнего дня, друзья. Так что зима нас по календарю покинула уже. Ну, а по факту она продолжается. Надеюсь, у нас в мае снег сойдет вообще уже. Пока еще очень много, еще даже он не тает. Но, тем не менее, сегодня очень хорошая погода. Очень хорошая. И мне она очень понравилась. Так, и напоследок я вам покажу свои питунки, которые у меня поднялись, мои сеянцы. Вот они такие замечательные питуньи, друзья мои. Тоже, когда буду я их пикировать, я вам обязательно покажу. На этом заканчиваю свое видео. Всем пока-пока. До скорых встреч, друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok